Ежедневно в цеха мусороперерабатывающего завода поступает до 250 тонн мусора из Бреста, Жабенки и Жабенковского и Брестского районов. Бумага, пластик, ткань, стекло. Коммунальные отходы здесь сортируют круглые сутки. Автоматизированная линия не останавливается даже по ночам. Мусор сначала сортируют, после чего полученное сырье направляется на перерабатывающие предприятия с целью вторичного использования. Происходит сортировка отходов как ручная, так и автоматическая. Ну и порядка 30 тонн вторсырья мы отсортируем ежедневно. Мусороперерабатывающий завод так и хочется назвать умным предприятием. И не только потому, что отходам здесь дают вторую жизнь, но и благодаря внедрению передовых технологий. Модернизация линии сортировки твердых коммунальных отходов длилась два года. Отныне за сортировку потенциального сырья будет отвечать автоматика. В общую цепочку техники внедрили дополнительное оборудование инфракрасного излучения. Оно находит нужные вещи в потоке мусора, отстреливая их. Таким образом увеличивается процент извлечения потенциального сырья для перерабатывающих предприятий. Если раньше вручную сортировщики отсортировывали вторсырье по видам, то теперь с помощью инфракрасного луча оптический сепаратор направляет потоком воздуха уже отходы по своему направлению. И уже когда поступают эти отходы непосредственно к сортировщикам, вручную они просто рассортировывают эти отходы по цветам. Цель модернизации нашего предприятия заключалась в том, чтобы увеличить количество отсортированного вторсырья. То есть если раньше мы заявляли, что отсортировывается порядка 9%, то сейчас мы уже можем утверждать, что это 14-15%. То есть количество отсортированного вторсырья увеличилось порядка в полтора раза. Конечно, автоматика сильно облегчает труд рабочих, но без человеческих рук все же не обойтись. Брестский мусор перерабатывающий – не самое крупное городское предприятие. Здесь работает всего 530 человек. В подчинении мастера линейного обслуживающего персонала Олега Аргуэлиса порядка 100 человек. Говорит, благодаря новой системе улучшились условия труда, значит и производительность. Эффективность на самом деле колоссальная. С сортировщикам гораздо стало проще работать. Идет раздельный сбор уже. Благодаря современному оборудованию стоят оптические сканеры. И если раньше сортировщикам приходилось из общего потока выбирать, то сейчас это делает оборудование, рассортировывает. И нам только остается рассортировать по видам.